Небольшое вступление, чтобы было понятно. Далее идет санкция по части 1. Часть 2 очень также интересна. На должностных лиц другой штраф. На юридических лиц от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. В части 1 имеется ссылочка. Если эти действия не содержат уголовно-оказуемого деяния, переходим по ссылке и смотрим статью 172. Точка 2. Организация деятельности по привлечению денежных средств или нового имущества. Организация деятельности по привлечению денежных средств или нового имущества физических лиц или юридических лиц в крупном размере, при которой выплаты дохода или представление выгоды лицам, чьи денежные средства и или иное имущество привлечены ранее, осуществляется за счет привлеченных денежных средств и или иного имущества иных физических лиц или юридических лиц при отсутствии инвестиционной или иной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и или иного имущества в объеме, сопоставимым объемом привлеченных денежных средств и или иного имущества. Далее идет санкция по части 1. Часть 2. Деяния предусмотрены частью 1 настоящей статьи, сопряженной с привлеченным денежных средств и или иного имущества физических лиц и или юридических лиц в особо крупном размере. Наказывается штрафом в размере до 1 миллиона 500 тысяч рублей. Ну, санкция по данной статье. В данной статье упоминается крупный размер и особо крупный размер. Посмотрим, что они означают. Так, статья 170.2. По крупным размерам, крупным ущербам признается задолженность в сумме превышающей 2 миллиона 250 тысяч рублей. А особо крупным 9 миллионов рублей. Помню, за несколько месяцев до закрытия кэшбэри, вроде бы, да, за несколько месяцев, я посмотрел видео одного блогера. И она сказала в нем, что к ней обращалась данная компания с просьбой прорекламировать ее. И как-то это все выглядело. То есть, ей написали письмо этому блогеру, что вам откроется личный кабинет. В кэшбэри как будто там находятся денежные средства. Будут отражаться определенные суммы. Вы как будто их внесли. И с этой суммы вам будут идти проценты. И кэшбэри заплатит за размещение на канале блогера соответствующего ролика денежные средства. То есть, никаких денежных средств этот блогер туда не вкладывает. Но, предоставляясь такая информация, что как будто она туда вложила. Чтобы люди доверяли кэшбэри, этот сам блогер вложил денежные средства. Это уже схема обмана, по-простому говоря. Поэтому те лица, которые создавали кэшбэри, участвовали в функционировании данной организации, рекламировали ее, могут понести уголовную или административную ответственность за свои действия. Те блогеры, которые рассказывали, рекламировали, пиарили данную платформу, они оставляли в своих видео соответствующие реферальные ссылки, чтобы люди проходили по ним, регистрировались, складывали деньги. И блогеры это делали не безвозмездно.